СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ МАГАЗИН Интерсвет В Салихарде водителя поймали при выезде на встречку, но вместе с тем выяснилось, что он катается с фальшивыми номерами. Так, 33-летнему мужчину за рулем Лексу задержали на улице Артеева. Стало известно, что при постановке на учет в другом регионе ему изготовили не те номера, которые были у него по документам. Фальшивый регистрационный знак он установил на машину и катался с ним все это время. В итоге на Ямальце составили административные протоколы за управление машиной с фальшивыми номерами, а также выезд на встречную полосу, сообщили в полиции Салихарда. Полиция Нового Оренгоя поймала еще одного модника. Так, в одном из магазинов пропали куртка и джемпер общей стоимостью 14 тысяч рублей. Дело провернули просто, сорвав антикражу. Как оказалось, причастен к этому горожанин 88-го года рождения, которого уже ранее судили за такое же самодеяние. У клептомана-модника изъяли одежду, свою вину он признал. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. В селе Гыда Тазовского района завершилась судебная тяжба между родственниками, сообщает следствие. Там приговор заслушал 16-летний юноша, который 5 октября 2020 года пошел в магазин вместе с престарелой тетей и воспользовался ее беспомощностью. Сначала подросток помог ей снять наличку в банкомате, затем, запомнив пин-код, снял с выроненной по рассеянности картой в течение двух суток 30 тысяч рублей. После подросток тайно подложил тете карту в кошелек. Женщина, заметив пропажу денег, обратилась в полицию. Правоохранители восстановили картину случившегося и довели дело до суда. Родители подростка возместили украденные деньги, а осужденный получил штраф в размере 5 тысяч рублей и пометку о судимости за кражу. Бутылка дорогого виски стоимостью 18 тысяч рублей стала причиной увольнения сотрудника системы ВСИН из Пуровского района. Об инциденте рассказывает пресс-служба региональной прокуратуры. Местный инспектор, который контролировал заключенного под домашним арестом, принял от него в подарок алкоголь. Эта информация дошла до прокуратуры. Пока шла проверка, любитель виски уволился по собственному желанию. Троих его коллег привлекли к дисциплинарной ответственности. Также уволившегося сотрудника ВСИН суд обязал обратить в доход государства стоимость алкоголя. Это 18,5 тысяч рублей. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин